А еще, какие еще, знаете, виды работы? Поисковые, спасательные и многие другие виды работ выполняют собаки-спасатели. Кинологи рассказали Одинцовским старшеклассникам, как проходит подготовка к различным операциям. Наши собачки должны быть очень выносливые, очень выносливые, потому что работать приходится по многому-много часов. Условия, в которых мы работаем, крайне тяжелые, это надо понимать, да, это и жара, и снег, и дождь, ничего нам не страшно. Вот, поэтому вот только те собаки, которые способны одновременно и всех любить, и преодолевать огромное, как бы, да, расстояние и выдерживать физически и морально, вот тогда мы, да, мы говорим, что это собака-спасака. Гром, как и другие собаки, обучался еще щенком и после аттестации поступил на службу. В лесах, под завалами, там, где не видят глаз человека, собака – настоящий помощник. А собака человека в ряде случаев превосходит, особенно там, где мы не видим глазами, а собака может увидеть за счет своего носа. Ну, вот, пример я рассказал, да, вот у нас запертая дверь квартиры, вскрыть мы ее право не имеем, посмотреть туда, заглянуть мы не можем, потому что мы ничего не увидим. А собака подходит и носом своим видит. Четвероногие спасатели помогают в спецоперациях, учебно-тренировочном процессе и поисках людей. В ходе лекции школьники узнали много нового и активно задавали свои вопросы. Для меня было очень интересно послушать, как все-таки происходит процесс воспитания и дрессировки собак, ну, в ходе того, как во время обучения и как обучить собаку, когда, например, ее не знают, как чувствовать, там, взрывчатку или что-то, какие-то другие вещества химические. Встречи с кинологами в Одинцовской библиотеке номер один будут продолжаться. Ну, а пока Гром вместе со спасателями отправился на новые поисковые операции. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.